Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Колькость участковых, особливо у провинции, повеличат за кошки криминального вышеку. Так само участковым повышаются зарплаты. Хоть на руках не у адрес милиции протягивают гучать у громадствия. Недостатка хватает во всех органах власти, в том числе и в милиции, но без милиции никуда, потому что участковый милиционер он там с людьми, да и министр сегодня не оторван от общества, от земли и так далее. Без милиции мы не сможем обеспечить стабильность в нашем государстве, несмотря ни на какие политические кампании. Мы их проходили, пройдем, переживем. Это не проблема. Нам надо подальше смотреть, чтобы у нас было стабильное общество при всех вот этих дрязгах с вирусами, мировая экономика. Это все оказывает влияние на людей. Поэтому нам надо ухо держать в острой. Желающих изнутри нас подорвать не уменьшается. И, к сожалению, большинство тех, кто изъявляет такие желания, это так называемые наши граждане. Их трудно даже гражданами назвать. У них все плохо. Им бы вот в чем-нибудь подковырнуть власть и так далее и разобщить общество, сделать хуже. Они используют любой момент. Вот я читаю у них разного рода заявления не только в интернете, но и в их так называемых средств массовой информации. Поэтому милиции я лично отвожу очень большое место в обеспечении стабильности нашему обществу. Не обыстись без милиции в справе обороны беларусов от коронавируса, включающей обороны от паники. Президент подкресливает, что у Ладзи в арте и далее проявлять максимальную собранность и открытость, перехопливающие потенциальные погрозы на ранних подступах. Причин для панишных настроев у Беларуси саправды нема. Эффективно працуют медики и у Лада в целом, отзнашил керовник державы. При этом и самозаспокоение быть не повинно. Необходно подробязно тлумашить громадству, что лучше оборона – это самодисциплина, увага до своего самоотшувания и отказность. Особливая увага людям во взросле и со слабым иммунитетом. Ни в коем случае, что хочу подчеркнуть, расслабляться нельзя. И я почему эту тему затронул в разговоры с вами? Ну, без милиции мы никак. Но не надо никого хватать, не надо никого напрягать. Просто надо советовать людям, особенно старикам, где-то помочь, где-то еще что-то подсказать. Ну, может быть, если кому-то надо, так и хлебушка в магазине, и молока приобрести, отнести и так далее, и так далее. Но лучше пускай они побудут дома, потому что уже статистика есть серьезная. Слава богу, детей коронавирус этот как-то не коснулся. Если что-то было, так они успешно с этим справляются. Но в основном старшее поколение. Остерегаться как раз надо людям со слабым иммунитетом и старикам. Вот старикам бы я посоветовал поменьше передвигаться там, куда надо, куда не надо. Потому что любой вирус для человека со слабленным иммунитетом опасен. Тем более, более незнакомый этот вирус. Особистая отказность пишется и высоких службовых особ. Про это сегодня жартом нагадал президент. Тут даже раздавались возгласы, что наш министр внутренних дел заподозран в неком коронавирусе. Ну ладно, через неделю пусть приходит в гости. Оказывается, живой и здоровый. Соправды сын Юры Акараева вернулся с Китаю сягу за пару дзен до объявления вспышки вируса. Плюс сам министр удельничал у нарадзе, где был человек с подозрением на тяжкий диагноз. Логичная реакция, неоткладные тесты и самообмеджование контакту на два тыдни под дистанционным назиранием медиков. На счастье опасений не подтвердились. И министры Ягоссын, и все удельники нарады живые и здоровые. Я лично принял меры безопасности, как я уверен и остальные участники этого совещания, вот лично к себе с точки зрения того, чтобы обезопасить себя и в первую очередь окружающих и на раннем этапе выявить возможное нахождение вируса. Вот прошло две недели, ничего не подтвердилось, и все участники совещания живы, здоровы, чего и всем желаю. Ситуация с министром показывает, как шмат залежит от особистой дисциплины человека. А лея шеет тое, что держава принимает усе необходные меры и тримает ситуацию под жорстским контролем. Помощник президента Республики Беларусь, инспектор Пагомельска в области, провел у Петрикове прямую телефонную линию и особистый прием грамадян. После завершения работы Юрий Шулейко назвал огученные питания житевыми и запевнил, что по каждым из них будет принято решение. Наши корреспонденты ближе ознайомились с загученной проблематикой. Сначала година прямой телефонной линии, потом особистый прием. Звычайно, на его отводятся две годины, але на практице размова протягивается. Пакуль свои проблемы не огучать усех, кто пришел до представников органов УЛАДы. Еще один плюс – звернуться можно как особисто, так и не выходя из уластного дома. Иншая справа, что кончатковые решения подчас зворот на прямую телефонную линию примаются, звычайно, не одразу. Часто ситуацию необходимо додатково вывучить на месте. Решение должно быть объективным. Сначала будет изучен вопрос, а потом будет принято решение. Я о принятом решении, вам будет отвечено письменно. Какое решение? Объективно, понимаете? Я не принимаю ни одну сторону, ни одну, ни вторую сразу же, пока не изучен этот вопрос. Не льга сказать, что все огученные пытания для мясцовой вертикали оказались нечаканными. Некоторые из них уже знаходятся у стады и выращения. Але не усе можно зарабить худко. Увагуле знятию целого широкого проблемных пытаний усадзейничала проведенная у минулым годзе масштабная реконструкция города. Практично усе запланованные работы уже завершены. Некоторые на кшталт открытия родильного отделения при центральной районной больнице будут скончаны все лето. Я хочу сказать спасибо, что сделано на Петрикаре, именно в городе Петрикаре по благоустройству. Много вопросов отпало. Очень много вопросов, которые раньше касались как водоотведения, так и водопотребления. Вопросы канализации были очень сложные, вопросы по электричеству. На сегодняшний день эти все вопросы просто отошли, когда сделано благоустройство 2019 года. Выделить одну ци навать некальки тем, які были б основными подчас промой телефонной линии и особистого приема, нельга. Люди скарделися на низкую, по их словах, якость хлебопродуктов, отсутность увез цыла зніть и громадской душовой, наявность аварийных древ на территории населенного пункта. А про чатаго громадзяне звернули увагу на якость проводимых ремонтов и огучили некоторые проблемы ведения фермерских господарок. После завершения работы Юрий Шулейко назвал огученные питания життевыми и запевнил, что по каждым из них будет принято решение. Сегодня население понимает, обращается. Я не скажу, что они слишком горячие эти вопросы, где-то они натянутые, но в то же время они хотят подтвердить, что их желание или обращение будет выполнено. Олег Сентюров, Сергей Негеревич, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» с Петрикова. Погуторить по телефону с представниками мясовой улады жихары нашего региона смогут завтра. На питание громадзян откажет старшиня Гомельского обл. выконкама Геннадь Соловей. Звязаться с ним можно по номеру 33 12 37. Так само в эту субботу правую линию проведет керавник справ Гомельского обл. выконкама Алексей Васюченко. Телефон для совези 33 07 62. Промые линии будут спрацовать, как извышально, с 9 ранницы до 12 годин. В Лоевском районе распошалось наполнение Днепробрагинского водосховища. Как ожидается, селита сюда будет запампована не меньше, как 20 миллионов кубометров Днепровских вод. Это позволит полепшить гидрологичную ситуацию в регионе и становшим чином отобьется на урожайности сельско-господарших культур. За работами на водосховища назирали наши корреспонденты. Днепробрагинское водосховище увели в эксплуатацию в 1986 году. По судностях, это был объект двойного призначения – военного и господаршего. На начале 90-х сховища начали выкористовывать выклюшно для решения сельско-господарших угодзев. Тем более, что его объеднали с сеткой миллиардных каналов. Правда, в последние годы водоемы в эксплуатации практически не находился. Запамповывание воды из Днепра потребует значных финансовых затрат. Вернуться до першопочатковых планов примусила засушливая надворья. Урожай, которые пошли отрымливать в Лоевском и Брагинском районах, оказались вельми степлыми. После выделения сродков из областного бюджета, руховики, которые в весь США находились в рабочем стане, запустили снова. Сегодня працуют два из четырех иснующих. Каждую секунду они перепамповывают у канал и далее у водосховища больше, как 7 тонн ручной воды. Сейчас два насоса. Каждый качает 3,6 метра кубических в секунду. Для того, чтобы наполнить водохранилище на наши планы, нужно около полтора-два месяца времени. Наполнив этим, поднимем уровень грунтовых вод в ряде малеоративных системах. Площадь Днепра-Брагинского водосховища – омаль 970 гектаров. Агульный объем воды, якая может тут утрымливаться – 43 миллионы кубометров. Все это водоем наполнить на полову. Одна из причин – узровень воды у Днепры. Перепамповывать ее в великих объемах можно только под час поводки. А в этом году необходимый узровень будет держаться в лучшем случае до первых дней красавика. Правда, есть еще одна помпа, размещенная больше глубоко, и она будет работать и в летний час для поддержки у водосховища постоянного узровня. В Лоевском районе этих земель, которые орошаются данным водохранилищем, порядка 12 тысяч и около 8 тысяч в Брагинском районе. Планируем все-таки улучшить водно-воздушный режим и тем самым получить достойный урожай, потому что за последние два года наш район значительно не добирает именно из-за засухи. Олег Сюров, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, телерадиокомпания «Гомель», Лоевский район. Быть громадянином. Для помника комсомольцам подпольщикам у Гомеля прошел шарговый этап патриотичной акции «Мы, громадяни Беларуси». В аурачистой обстановке по шпарте отримали 23 новученцы гомельских школ, лицеев и гимназий. У их лику только самые левшие. Меропроемство примарковано до Дня Конституции. А кроме документов, юные беларусы из рук керавництва города и пространников громадских организаций отримали основный закон державы, Конституцию и сувениры. Для меня это очень важно, потому что теперь я сам отвечаю полностью за свои действия и являюсь гражданином Республики Беларусь. И это уже для меня многое значит. Школа, университет, предприемство. Сегодня у Гомеля обмерковали инновационные модели у замедения трех ступеней у профессийного научения. За круглым столом Гомельского державного университета имя Франциска Скарины собралось свыше 100 представников органов державного керавания, директоров предприемств, IT-компании, установ адукации. Конференция, в рамках которой проходить посяжение, традиционная, однако своей актуальности не страшивает. На меркование выносятся сучасные и насамречь худкозменливые потребования до молодых специалистов. Школы и высшие научальные установы затекавлены отповедать часу и готовы до нового введения у программах, а так само открытые до сопротивления с потенциальными процедурами их выпускников. При этом запотребованность молодых специалистов на региональном рынке праца находится на добром узровне. У ГДУ меня Франциска Скарины на протягу опошних 7 годов стопроцентное размеркование. Мы пригласили основных работодателей, студентов нашего университета, для того, чтобы обменяться опытом, чтобы они подсказали, как нам усилить практикоориентированность образовательного процесса, удовлетворены ли они подготовкой студентов в нашем университете, что бы хотели изменить, что бы хотели улучшить, сделать нам какие-то замечания. Мы хотим показать, что мы открыты к такому сотрудничеству и мы готовы к изменениям, потому что современный рынок труда подразумевает быстрые изменения. Он очень быстро меняется и университет также готов к таким изменениям. Гибкость и готовность до сопротивления процедурцы ценят и открыто говорить про свои пожелания до ВНУ. Например, вызначить больше часу на выучение английской мовы, а также запрошать специалистов самых разных сфер с майстер-классами и лекциями. Это сделает эдукационный процесс больше разностайным и мытовой студентов до поглубленного выучения дисциплин. Обмен опытом. В Гомельском районе отбылся выездный семинар для молодых руководителей специалистов, которые находятся в кадровом резерве. Мероприемство – частка проекта «Школа молодого руководителя». На проконце лютого делегация Гомельского района наведала жлобинских коллег. Зараз – визиту отказ. Удельники семинару наведали шерах предприемству агропромыслового комплекса района. Керовники делились с гостями своим опытом по развитию творчеств и повышению эффективности работы. Многие знаходки и идеи – парты того, как их перонять. Были мы агрокомбинат «Южный». У них есть перерабатывающий рабсовый завод. Для предприятия это очень хорошо. Если предприятие сделает много рабса и перерабатывает его, получает рабсовое масло и жмых рабсовый. Это же белковая добавка к комбикорму, которая сейчас очень дорого стоит. У них себестоимость в принципе тоже немаленькая. Но если они производят для себя, то это очень преимущество у них большое в этом. В Гомельском областном управлении МНС сегодня подвели выники областного этапа конкурсов на лепшее осветление у СМИ, деянности органов и подразделений у панозвышенных ситуаций и вырытовальник года за 2019 год. Урочистая обстановка, дипломы и подарунки конкурсантам, кветки удельницам и веншование от начальника Гомельского областного управления МНС. Формат мероприемства включал в знагороджение ауторов и коллектива у сродка у массовой информации. Лепшие означены у шоторых номинациях. Коллектив сектора подрыхтовки информационных программ Телерадо и компании Гомель стал переможцем у номинации за активную пропаганду веда в уголе небезпеки житедейности. А наш коллега, керавник информационно-правовой программы «Де-факто» Александр Гамоле отримал диплом другой ступени у номинации «Лепший аутор». У конкурсе вырытовальних года дипломами и подарками означены керавники предприемства, работники сферы адукации, старшини наглядальных комиссий и Центра социального обслугования населения. Але самым першим подяку выказали громадянам, які не глядяши на небезпеку, оказали допомогу ближним, які опынулись у надзвышанной ситуации. Сям'я з города Ветки вырытовала на пожары своего суседа, а пара молодых неподалеку от везки «Прыбар» оказала допомогу водителю, машина якого загорелась после ДТЗ. Конечно же, немаловажную роль в пропаганде безопасности жизнедеятельности принимают средства массовой информации. Точнее, я, наверное, даже неправильно сказал, они активно участвуют в том, чтобы наша Гомельская область находилась на том самом достойном высоком рейтинге и оценке в республике. И также средства массовой информации, которые проводят постоянно атаку информационную, для того, чтобы мы все-таки добились того, чтобы количество пожаров и гибель людей от внешних признаков ежегодно снижалось. Эта иншая новинная информация о проектах в Телераду компании Гомеля вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуске завершено. Всего доброго и до встречи в эфире. Эфира телеканала «Беларусь-4» продолжает «де-факто» в студии Александра Гомоля. Здравствуйте. В лесах Гомельской области найден боевой арсенал немецкой армии времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы обнаружили оперативники Главного управления по борьбе с организованной преступностью. Извлечь предметы, находки помогли саперы. Сначала оперативники наткнулись на несколько снарядов в лесу около деревни Шарпиловка, а при дальнейшем обследовании территории боеприпасов обнаружены тысячи. Из-под земли изъяли свыше 3100 патронов, более 120 ружейных, пистолетных и ручных гранат, запалы, взрыватели, капсюли, детонаторы, 40 сигнальных ракет, 7 дымовых шашек, карабин Маузер К-98, минометную мину и составные части к оружию. В тот же день аналогичные находки, но с меньшим количеством боеприпасов, были сделаны в Хонингском и Брагинском районах. Общая масса боевого арсенала в тротиловом эквиваленте составила 35 килограммов. Его полностью уничтожили. Кражи и сдачи домов с января по февраль увеличились вдвое. Об этом сообщили в Управлении внутренних дел Гомельского облсполкома. Сегодня загородный дом люди часто обустраивают не хуже квартир, декорируют дворы и садовые участки, оставляют в сараях и гаражах дорогие инструменты и технику. Все это привлекает домушников, которые, согласно статистике, уже открыли сезон. Из домов воры выносят даже те вещи, которые на первый взгляд не имеют особой ценности. Одежду, посуду, продукты питания, изделия из металла, садовый инструмент. Защититься от дачных воров поможет установка охранной сигнализации. Фонари с датчиком движения, видеонаблюдение, решетки или ставни на окнах, наличие сторожевой собаки. УВД проводит проверку по факту убийства собаки сотрудниками службы отлова, которое произошло на глазах у несовершеннолетнего. Напомним, подросток снял видео, как работники цеха по очистке территории Мозорского райжилкомхоза выстрелили в собаку из оружия. Заметили ребенка они уже после того, как совершили выстрел. Правоохранители сейчас изучают ситуацию, чтобы дать ей правовую оценку. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания. Начало в 14.00. Этим мини-футбольный вечер в Гомеле не завершится. В 16.30 на паркет локомотива выйдут ВРЗ и УВД «Динамо». Светлогорский ЦКК дома играет с «Динамо» БНТУ. Этот поединок стартует в 14.00 в зале Дю США номер 2. Энергия проведет очередной домашний поединок четвертьфинальной стадии чемпионата страны по волейболу. Соперник «Легион». В первом круге энергетики обыграли команду из Обухова на ее поле со счетом 3-1. Предстоящий поединок пройдет в спорткомплексе «Локомотив». Начало в 19.00. В Гомеле прошли матчевые встречи юных гонболистов. Между собой играли воспитанники трех спортшколы региона. Центр Олимпийского резерва по игровым видам спорта. Гомельская из Дюшор номер 10. И Рогачевская из Дюшор номер 2. Возраст игроков 14-16 лет. На трибунах руководство гонбольного клуба «Гомель» и тренерский штаб мужской команды. Задача, которая стоит перед ними – это просмотр и отбор перспективных игроков. У ребят есть шанс быть зачисленными в ряды клуба, а также в училище Олимпийского резерва, где для гонболистов выделят 7 мест. Проблема отъезда перспективной молодежи в другие регионы пока актуальна для гомельского гонбола. Учеба, насыщенные тренировочные процессы, перспективы оказаться в команде помогут удержать талантливых ребят на родине. По словам главкома «Гомеля» Сергея Цыганкова, клуб всегда делал ставку на доморощенных гонболистов. И они давали результат. В первую очередь мы ориентируемся на своих всегда. У нас политика клуба такая была, что мы всегда с нашего региона. Все-таки работают четыре школы спортивных. Это достаточно того ресурса, я считаю, который может быть в дальнейшем использоваться для зачисления игроков в нашу гонбольную команду. В Гомеле проходит первенство области по настольному теннису. Состязаются спортсмены в возрасте 18 лет и моложе – всего около 60 человек. Эти соревнования являются отбором на первенство республики этого возраста и в дальнейшем попадание в нацкоманду и представлять нашу страну на первенстве Европы. На первенство страны отправятся победители областных состязаний, а также теннисисты, занимающие высокие места в национальном рейтинге. Гомельчане больших медальных планов не строят. Главная причина тому – возраст спортсменов. Талантливые и перспективные игроки в нашем регионе есть, однако они еще слишком юны, чтобы сражаться на равных с более возрастными и опытными соперниками, в первую очередь из столицы Беларуси. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.